Всем привет! Сегодня мы расскажем о всех скелетах в моём шкафу, соответственно, в моём гардеробе, который копился. В том числе прямо из России здесь некоторые вещи есть, но начну я с обуви, несколько экземпляров буквально, и в принципе скажу, все цены, которые названы будут в этом видео, они рекомендованы. Я без понятия, сколько я когда за что-то заплатил, зачастую я заплатил меньше, чем рекомендуемая цена, но иногда заплатил столько, сколько нужно было. И сразу скажу, эти вещи из моего прошлого, то есть из России некоторые даже, некоторые из начала здесь в Германии, некоторые из когда я уже работал и прочее, поэтому, да, некоторые кожаные вещи, некоторые содержат пух и прочее. Я скажу о некоторых, почему они до сих пор у меня, и начнём, как я уже сказал, с обуви. Это пума Mi 13, по-моему, это пума от Mihara Yisuhiro, специальная моделька. Кто знает, есть Йоджи Мамото для Adidas, Mihara Yisuhiro делает, соответственно, для пумы. Что они знают, в принципе, пума и адидас, это два брата, да, сделали. В любом случае, у него вот такой вот значок есть от пумы, здесь мы имеем вот эту штучку, они кожаные, перфорированная кожа здесь, соответственно, и такие мощные ботинки. Их, как видно, не продашь, да, я не знаю, кто это будет ещё покупать, здесь камушки иногда застревают, но вот эти значки здесь, что ли, не знаю, кошки или что, на тот момент, когда я их покупал, мне показалось, что они очень-очень креативные, очень крутые. Здесь, собственно, тоже значок пума. Да, я скажу, что я никем, конечно, не спонсирован здесь. Здесь дальше, а, стоят, сколько они, 190 евро, а, трусарди, дальше у нас идёт, такая вот карабень. Я их, как видно, не совсем ношу, то есть вообще редко, если, да, я их принёс из подвала, если честно. Я их пытался продать, причём ни один, ни два, по-моему, каждый сезон пытаюсь продать, никто не хочет. Значит, они буквально в новом состоянии. Если кому-то нужны, обратитесь, я продам за символическую стоимость. Они стоили 350 евро. Это, конечно же, кожа, да, понятно, трусарди, и где-то здесь написано Made in Italy. 41 размер, однако, кто знает мою ростовку, да, 44 у меня, у Альтра, по крайней мере, она, вот эта обувь мне жмёт на правой ноге, где-то в районе как раз вот носка, потому что они всё-таки довольно-таки узкие, однако 41 размер, для 41 они довольно-таки большие. И здесь, соответственно, значок на языке трусарди, трусарди 1911, по-моему, так это всё называется. В том числе здесь специальный мешочек трусарди, то есть это действительно дизайнерская, очень-очень дорогая вещь, которую я когда-то давно покупал. И дальше мы перейдём, наверное, к, собственно, верхней одежде, от нижней меньше осталось. Это Йоджи Имамото Y3, или Y3, не знаю как по-русски, Y, наверное. Собственно, дизайнер для Adidas. И это, этот пуховик, здесь вот тоже, Y3, стоил 750 или 770 евро, около того. Тоже столько сезонов пытался продать. У меня ещё был босс за 300, насколько, под 400, короче, евро. Его я продал за символическую стоимость племяннику, потому что два пуховика в какой-то момент мне не нужны были. И, да, ну, этот до сих пор остался. Вот никто не хочет брать, всё равно какую цену, хоть какую выставляй. Прям никто не спрашивает даже. Никто не хочет торговаться и прочее. Да, это, пожалуй, самый дорогой пуховик. На тот момент, когда я его покупал, я купил сразу два. Они оба стоили вот под 800 евро. И я померил оба. Я с официального магазина заказывал, да, с официального Йоджи Имамото. И один мне не подошёл. Я в итоге этот оставил себе. Далее, что попроще, да, ребята, для тех, кто, у кого уже триггерило. Это Finflare. Я не помню, какой там слоган был в России, но этот пуховик из России. И, по-моему, блин, я проверял, да, и говорил, по-моему, что он по Вегануэля. Ещё раз посмотрю. 70% хлопок, 30% нейлон, полиэстер, полиэстер. Да, это полностью синтетический. Однако он очень-очень тёплый. И, да, из России, как я уже сказал, здесь вот можно отсоединить капюшон. Тогда это всё совсем плохо выглядит. Сзади вот Finflare тоже написано. В принципе, вообще топовая вещь. Она до сих пор как новая. Цвет, конечно, не совсем мой, я бы так сказал, сейчас. Он такой серенький. Но вот здесь он немножко выцветает. Всё-таки видно на свету. Желательно было бы брать, наверное, чёрный. Хотя на чёрном ещё более износ заметен. Поэтому смотрите сами какой. Может, синий, наверное, лучше даже. Далее, это тоже из России. А, сколько стоил Finflare? Блин, чтобы не соврать, это было как минимум 14 или 15 лет тому назад. Около 6 тысяч рублей, по-моему. Что-то такое, не больше. Это тоже из России. С какой-то выставки. Что это, вискоза или как он называется материал? Донт Кнофф. Так, здесь висит у нас вот это, по-моему, реплей. Да, это реплей. Такой вот штучка, кардиган или как он называется. Сколько он, 100, по-моему, евро стоил? Под ним висит, вы знаете, это Asus. Да, Asus, Ишак, Тибуру. Какие-то непонятные слова. Да нет, это зимняя куртка, мега технологичная. Вот это функциональная вещь, отличная, которую я в том числе иногда просто так ношу. В повседневной одежде, соответственно, тоже ценник был большой. Сейчас вот Black Friday, Cyber Monday прошёл. Там можно было за меньшие деньги купить такую высокофункциональную вещь, которая, в принципе, поможет вам для кому-то, комьютинга, как он там называется. Так, далее у нас вот это, что это, Esprit. Это, в принципе, недорого. Около 50-60, может, евро за эту рубашку. Тоже вы видели наверняка с капюшоном. Она мне, в принципе, очень нравится. Тёплая, в принципе, и, да, тоже неубиваемая. Она древняя. Я такие вещи не покупаю, в принципе, сейчас, поэтому это всё здесь очень-очень древнее. F5 джинс. Я купил это в Казани, в Metro, Cash & Carry. Соответственно, джинсовка единственная, по-моему, у меня была, и она не совсем не подходила. Какая-то большая. В магазине я померил, вроде нормально было. Поэтому я ношу её относительно редко, но стоила на тот момент 2,5 тысячи рублей, по-моему. Вместе джинсы купили, но джинсы не дожили, они все порвались. Далее, ещё одна курточка. Это тоже, это что-то фирменное. Это Strelsen. Strelsen. Около 200 евро она стоила. Такая, как это, весенняя куртка. Весенняя, поздняя, осенняя курточка. Тоже мощная такая. Тут такой вот непонятный кармашек. О, в котором мелочь. Блин, у меня в каждой куртке, по-моему, мелочь, деньги и прочее. Когда я в прошлый раз выгребал всю эту мелочёвку, я нашёл более 100 евро. Это было очень круто. Здесь, в том числе, я ни разу вот не пользовался. Или, по-моему, я забыл даже, что такое есть. Здесь, фактически, есть небольшой капюшончик. Хотя смысла тоже мало. Куртка промокает. И если дождь идёт, то ты, в принципе, промокнешь. Под ней что-то не такое марочное. Висит. Что-то дешёвое. Тоже давно купил. Эта куртка тоже, я не знаю, сколько лет. Такую бы я сейчас не купил. Я бы купил что-то для бега, скажем так, да? Для бега. Вот, к примеру, вот эта тоже очень древняя. Это Nike. Nike я сейчас тоже бы не купил. Брал бы что-нибудь типа X-Pionic. И эту куртку я очень-очень часто ношу, в принципе. И она уже убитая, конечно же. Но всё равно ещё работает. Вот Nike уже just do it, да? Just do it. Весь порванный Nike. Но до сих пор куртка служит. Сколько она стоила? 70-80 евро, может, не больше. Дальше. Вот это тоже в Казани я купил. 007. James Bond какой-то. Sports Weird Design. Короче, это для зимы. Она реально тёплая. Вот это реально тёплая вещь. Она круто выглядит. Здесь вот снежинка. А сзади... Ха! Вот так вот. А, фирма может называться PSE. Не знаю, может, кто-нибудь знает. Может, до сих пор выпускается. Такой вот орёл. Блин, немножко палевный. Ну, и здесь всё равно тематические... Тематическая такая вставка. Мне нравится эта вещь, потому что она тёплая очень. И под неё можно, конечно, кучу всего одеть. Она довольно-таки большая. И для разнообразия во всемой носить. Как я уже сказал, это всё из Казани. Этой куртке больше 10 лет, как минимум. Далее мы возвращаемся к высокой материи. Это G-Star Row Denim. Соответственно, джинсовая курточка на вот такой вот привязочке. И она стоила. Она стоила. Стоила она около 180-190 евро. Тоже пытался продать. Это буквально вот она как новая выглядит. Её я вообще очень редко носил. Всегда мечтал о подходящей джинсовке. И G-Star, конечно, хороший адрес для джинсовок, в принципе. Но в итоге джинсовка... Ребята, серьёзно. Купите просто куртку для бега. Она гораздо более универсальная, подходит ко всему, функциональнее. И нет, джинсовка это всё-таки не мой выбор. Если есть, как у меня, вещь, то нужно носить. Нужно, конечно, попытайтесь продать. Но если ничего не получается, то что поделаешь, нужно носить. Это, конечно, действительно классная вещь. Классная вещь. Да, нужно почаще одевать. Только сейчас у нас либо очень холодно, либо, не знаю, либо жарко. Джинсы. Это нуди. О, у меня, кстати, такие тоже есть. Нужно будет одевать. Нуди и джинс. Они стоили около 140, по-моему, евро. Тема в них, что тут стирать их не нужно. Нельзя было, по-моему, в течение полгода, что ли. Потому что там что-то, как-то материал должен приспособиться. Бла-бла-бла. Короче, такие вот джинсы. Ещё одни джинсы, которые вообще, я не знаю, пару раз буквально сил. Чисто на концерты ездить обычно. Такая тема. Это Эвису. Эвису тоже. Около 150 евро. Это типичный значок. Такой, они белые. Белые джинсы, серьёзно. Куда их вообще одевать? И нифига себе, пацан на концертах и прочее. Они до сих пор белые. Вот так вот нужно рэйвить. Паури. Но далее... Здесь... Дисквирд. Тоже с заплаткой здесь, на причинном месте. Их ценник около 400 евро. Не будем дальше смущать публику. Вот это шортики. Шортики скотчен сода. Тоже мне очень нравятся. Потому что... Да, в том плане, что я на велосипеде катаюсь. И в принципе шорты есть шорты. Но я бы сейчас такие, конечно, не купил бы. Эти шорты стоят 80 евро, по-моему. Конечно же, с такие деньги можно что-то более приличное купить от Asus. Того же. Из серии GTA. Эти штанишки я тоже показывал, по-моему, да. Это Asus Jigala Pants. Из серии GTA. Это, значит, собственно, для улицы. И они очень-очень функциональны. На работу их ношу кучу карманов. Вообще четкие штанишки. Конечно, не жалею, что заплатил за них когда-то. По-моему, это как раз у моего дилера не было их. И я купил их в магазине за полную стоимость. И они стоили 180, по-моему, 180 евро. Что-то такое. Что у нас тут еще осталось? Не знаю. Скотч и сода. Еще одни. Штанишки, шортики, да. Тоже стоили около 80-70 евро. Шорты. Это всегда функционально. Летом, да. Но я такие бы не купил, как уже сказал. Штаны тоже. Когда-то мне сказали, что у тебя джинсы, джинсы. Купи штаны. Купи штаны. Они, вон, смотрите, какие широкие. Их только с ремнем. Так еще и ремень, когда затягиваешь, он... Все штаны уходят там из-под ремня. Короче, это дизель. Около 140, по-моему, евро. Здесь сзади такой прикольный карман. Чисто в него ничего не залазит. Он вот, короткий. Буквально на две фаланги. Поэтому, ребята, покупайте чертову функциональную одежду. А не вот эту хрень. Дизель, шмизель, реплей. Вот эти еще джинсы. Черные. Это Energy серии Gold. Тоже стоили, я не знаю, больше 100 евро. Сзади вот такие молнии. Эти, наоборот, слишком узковатые. Но сейчас у меня более-менее. Но все равно. Energy сейчас, по-моему, не особо что-то выпускает. Я не особо слежу, если честно. В основном за Йоджи и Мамото я слежу. Потому что у меня ньюслетр приходит. И там показываются крутые кроссовки и прочее. Я все жду, когда они начнут делать что-то в духе времени. То есть, не кожаное. Ресайкл из переработанных материалов и прочее. Потому что ценники у них уже в духе времени. Потому что сейчас хочешь купить что-то, что оставляет меньше экологический след. Что сделано из, вроде, переработанного материала. А оно стоит дороже, чем из вновь созданного материала. В чем нахрен смысл? В принципе, из переработанного должно дешевле стоить. Потому что за материал уже уплочено. Уже из мусора все это. Но нет, все это гораздо дороже. И так, конечно же, весь тренд к меньшему экологическому следу индивидуально. Он замедляется, тормозит. Конечно же, не все могут себе это позволить. Не всегда это вообще рационально. И ты сможешь, блин, носки, биокотон, пара, скажем, 6 евро. Не биокотон, там, евро. И серьезно? Это чертовы носки, они рвутся, да? И это, ладно, носки. Можно себе разницу 5 евро позволить. Когда речь идет уже о футболках, которые, там, био 30-40, а не био 10, скажем. Тут уже большая разница происходит. Так, видео, конечно, долгое. Но что поделаешь, вы просили, а я подробнее делаю. Это Хильфигер Томми. Тоже 100 евро. Здесь все стерлось. Когда-то стояло Харлем, что-то, что-то. Тоже старенькая довольно-таки вещь. Так, это футболка. Ле Мартино. Что же? Сколько она стоила? Не знаю, они под 200, по-моему, евро стоят. Ле Мартино. Зверски дорогое. Но, да, в принципе, тут еще пару Super Dry футболок, которые по 50, по-моему, стоят. И, в принципе, ничего такого у меня больше и нет. Вот это Jackman Jones штаны. Просто обычные, да, они сколько? Под 50, по-моему, стоили. Вот еще одни джинсы нашел. Блин, я не знаю, зачем я их купил в свое время. Они, как видно, клешонные. Серьезно? Клешонные джинсы, нафиг. Нет, да. ЛТБ, ЛТБ, Литл Биг, стоили, без понятия, не помню, 70-80 евро. Ребята, если что-нибудь из этого вам приглянулось, некоторые вещи я фактически с удовольствием бы продал за символическую стоимость, за доставку, конечно, то, да, то вот оператор там сидит. Привет. Всем привет, да. Короче, вы поняли. По белым вещам, по-моему, я уже все делал. Вон, Asus Rain Jacket, 370 евро, да? Такое дело, но я его дилер брал, поэтому он немножко подешевле. Собственно, вот здесь снизу висит еще одна Energy. Я раньше угорал вообще по этой марке. Да, классная штука. Очень долго ее носил, скажем так. И да, это сколько под 100, может, евро она стоила. Да, в принципе, а, ну вот еще. Это вместе с куртками тогда заказал. Это сумка от Йоджи Имамото, соответственно. И вот написано Йоджи Имамото. Она стоила около сотни, по-моему, сто с чем-то может быть. И, конечно же, не забуду вот эту куртяжку. В последнее время я стал ее одевать почаще. Это не Movistar Телефоника, это не Кастрол по Галине, по хрену и что. Это Black Prince. Собственно, как это, возможно, видно или нет. Любовь к деталям. Таких вещей тоже большая. То есть значок, я думаю, некоторые из вас знают или видели, или слышали, по крайней мере, из фильмов, в том числе, как-то про зомби, где Уилл Смит еще играл. У него куртка и штаны были тоже от этой фирмы. Это Black Prince by Belstaff. Соответственно, вся курточка стоит очень-очень много. Belstaff довольно-таки крутая фирма. Английская. Здесь вот тоже из любви к деталям такой вот английский флажочек. Ну и ценник у этой куртки, можете сами догадываться, несколько сотен евро. 300-400 примерно так. Думаю, не больше. И снутри она еще как-то стеганая, или как это по-русски называется. Belstaff International. А, нет, фактически. 80 лет anniversary collection edition. 80 лет Belstaff'у без понятия, что там с этим. Как я уже говорил. Здесь, конечно, очень много всяких. Michelin вот фактически значок. И Pialanti, не знаю, что это такое. Короче, много всяких значков. И прочего. Но это не функциональная вещь в основном. Это модная, прикольная вещь. Но она вот короткая везде. К примеру, что такое функциональная вещь? Велосипедная куртка. Сзади подлиннее, спереди покоронче. Потому что, когда ты едешь на велосипеде, особенно шоссейном, ты наклоняешься вперед. Тебе спереди не нужно вот этого, да? Вот этого всего. То есть складок не нужно. В том числе сейчас на мне. Это Under Armour. Функциональная вещь. Здесь есть кармашек. В кармашке есть второй кармашек, в который iPhone влезает очень хорошо. Этот карман гигантский. В него можно очень много вещей положить, что я успешно и делаю. В том числе здесь снизу такое флисоподобное. Флисоподобное или фактически флис-материал, который в принципе держит меня, да, или мое тело в теплом состоянии. И то есть здесь функция терморегуляция, и можно фактически в кармашек вещи положить. Так еще и цвет. Черный, ни к чему не обвязывающий, да, подходит ко всему. Вот это что я называю в принципе функциональной вещью. Конечно, еще более функциональной можно было бы ее сделать, но, блин, Камила там прется что-то ужасное, поэтому я сейчас закончу это видео и спрошу, в чем прикол. Спасибо за внимание. Та-а-а-а.